В сентябре Москва и Екатеринбург примут всемирные игры дружбы. В их программе и хорошо известные виды спорта, и набирающие популярность. Такие, к примеру, как брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование. Я лучше на шалаше буду жить, но лучше с Путиным. Я железно знаю, что он победит капитально. С ним перемены только к лучшему идут. Донбасский абрикос. Борщ донбасский. Донецк. Скоро придут солдаты НАТО, по мнению телевизора, и будут захватывать наше жилье комфортное. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Пощупал его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Все, что нужно, всем врагам Америки надо поставить. Всем! Очевидно, это тоже уже обговорено с американцами. И это на детской площадке все. Что там такое? Что вам надо? Ну, все, мне надо. Более некорректных ответов я еще не слышала. Привіт, друзья. Меня зовут Олена Курбанова. И вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это свежий выпуск російської антипропаганди. Кринжатини. Ихни вкидьев, наративи, ну и, звісно, брехни. Бо что? Бо правильно, росіяни брешут каждый раз. И как только открывают свой рот. Мы собрали для вас филигранную подбирку всего того, что наиболее демонстрирует сучасную Российскую Федерацию, ну и уровень их зашкварьев. Народ, всем привет. Это Мариуполь, улица Азовстальская. И вон впереди трубы Азовстали. Раньше тут был большой квартал жилых многоэтажек. Может быть, 25-30 домов детские сады, школы. Их все снесли. Смотрите, надписи люди пишут. Господа, верните нам наши дома. Представляете, сколько здесь людей лишилось своего жилья. А здесь есть вот такой вот квартал неснесенных домов. Здесь достаточно много пятиэтажек. Вот такие вот все в хлам разбомблены, разбитые. И представляете, вот в таких домах даже и сейчас, вот в середине осени 23-го года, где-то живут люди. А что это за картина такая? Фотография. Это женщина жива с детьми. Она погибла. Она погибла? Да, ее немало. Точно знаете, да? Конечно. Я вон живу в подвале. Я живу вот тут в подвале. Вот, идите, точкики посмотреть. Иди. Посмотрите, где я живу. Вы здесь живете? Да. И сейчас зима, мне не одежда. Вот так вот я живу, смотрите. Вот, стираю, так висеть там. Вот она моя комната, вот смотри. Вот так-то так. А почему? А вам негде жить совсем? Да, негде. Мне две квартиры взорвало. Дочка похоронил. Дочку 14 лет и жену. Вот так-то так. Вон только щенку. Беру себе вот. Вон один, а вон второй. А послушайте, общежитие вам никто не предлагает? Да как бы у меня документы сгорели. Мне сейчас ни хрена ничего не дают. Сейчас зима пойдет. У меня ни курточки нема. Ни обуви, ни вон тапочка. Я не знаю, как я буду выживать, я не знаю. Сдохну, наверное, здесь. Господи, я не знаю, что мне делать. Вот так вот лежу, наверное, сутками. Вот это ж у металла, блядь, дадим. Пожрать, купим макарон, там мы все укушаем. У вас ни родственников, ни друзей нету. Неужели даже никого, знакомых нету? Друзья одни поуезжали. Там потому что все раздолбили. Ну и все дома посносили. Там же я же. Это возле стадиона? Да. Ну там вот все снесли. Где магазин Мариуполь. Все снесли, там большой пустырь. Да, вот у меня была там девятиэтажка, вот там есть жить. И документы сгорели. Все. Это вы вот отрезаете и... Да, и сдаем потом. Да, молчим. Для нас безусловный государственный приоритет. Важнейшая составляющая национальных целей развития. Продолжим хорошие, славные традиции и отечественного спортивного образования. И в спорте высшие достижения будем продолжать работать. По линии правительства и Олимпийского комитета России с участием наших меценатов поддерживаем тех, кто из-за ограничения прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты. Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан. В нашем спортивном календаре они пройдут в Казани в июне 2024 года. А в сентябре Москва и Екатеринбург примут всемирные игры дружбы. В их программе и хорошо известные виды спорта, и набирающие популярность. Такие, к примеру, как брейкинг, скейтбординг и спортивные программирования. Россия понимает, как важно беречь традиции спорта. Но при этом, безусловно, открыто... И ко всему лучшему, новому, передовому. К тому, что пользуется популярностью у молодежи. Считаю, что нам не нужно это олимпийское движение. Министерство спорта Российской Федерации придумало прекрасное мероприятие, которое сегодня заменит эти олимпийские игры. Игры дружбы. Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт. который мне подарили, наши умные люди. Вы его потом можете пошубить. Если вам не сказать, что это создано на нашем телезаводе «Горизонт», по шчупу его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые, как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал парк высоких технологий, умеют творить невероятное. Выступая тогда на совещании у меня, американский специалист поднялся и говорит, если вы хотите создать что-то невероятное, приезжайте в Беларусь. И тогда наши ребята себя очень серьезно зарекомендовали. И мы немало сделали. В том числе и это. Я уверен, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. Такие вещи суперсовременные не делает ни одна страна. И не потому, что американцы не могут это сделать, к примеру, американцы или же китайцы. Нет. У вас возникает вопрос, ну к чему же это на этом уроке президент вот это все перечислил от зерновых голосовых до суперкомпьютеров. Уважаемые друзья, вот сидящие передо мной и те, кто меня слышит. Таким образом, наш народ, мы с вами пишем свою историю. И кто мы таки, если пройдемо повз золотые слова того, кто когда-то просто вибухнет во время своего собственного эфира. Так, он абсолютный гуру пропагандистской российской машины. Его можно цитировать, переглядать бесконечно, но погодьтесь с его настроем, с его интонацией, с того, как он решит. Нам стае очевидно, в Россию все иде за планом. Американцы тайно поставили атакамс. Мы научимся с ними разбираться, будем их сбивать. Но речь о другом. Речь совсем о другом. Речь о том, что американцы считают, что они все можно. Знаете, я вам так скажу. Они поставили атакамс? Все, что нужно, всем врагам Америки надо поставить. Всем. Любое оружие, которое нужно. Чтобы ни одной точки на земле не было, где под ногами у этих неоколониальных тварей не горела земля. Вы хотите убивать русских людей? Вы поставляете оружие? И вы надеетесь, что вам это сойдет с рук? Любое оружие, которое нужно Северной Корее, Сирии, кому угодно. Кто является в этой войне нашими союзниками или ситуативными союзниками. Должно быть поставлено все, чтобы ни один американский солдат, находящийся на чужой территории, как захватчик, как они находятся, например, в Сирии, или угрожающий, по мнению Северной Кореи, в территории, чтобы он не чувствовал себя в безопасности. Хотите убивать русских? Думаете, вам это легко садет с рук? Не найдитесь, тварь. Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики удостаивается ордену Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени. Радий Иванович, я бы смело сказал, это великий русский ученый. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан у Курчатова. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то, трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной и, конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну. Дорогой Радий Иванович, вы относитесь к таким ученым. Вся ваша жизнь посвящена Родине и ее защите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Да, конечно, Холокост — это трагедия, безусловно, нацизм — это преступление. Но почему же тогда не обращают внимание на нацизм, который имеет место быть на Украине? Почему же тогда посол Израиля никак не реагирует? И почему же тогда 2000 израильских специалистов обучают вооруженные силы Украины? Ну, они вроде как уже уехали. Да, но израильские специалисты там находились с 2014 года, и сейчас не узнали даже их число. Вместе с тем, что это люди, которые репрезентируют ту идеологию, благодаря которой евреев уничтожали в Бабьем Яру. А нет ли здесь лицемерия? Не используется ли это только тогда, когда это удобно? Хватит уже биться головой об стену непробиваемо. Генштаб, главное оперативное управление, ответственное за войну, Я считаю, ну, вполне компетентный и по своему интеллекту, по старой школе они совершенно полны возможностей что-то придумать. Я уверен, что если мы пойдем вперед, то не будет вот этого пробивания стен. Вот, а так, ситуация сложная, но тем не менее. Мы перешли к тактике пеших атак. То же самое, что делали абсолютно неподозреваемые в тупости враги на запорожском направлении. Все то же самое у нас происходит на севере, ближе к Харькову. Многие сейчас задаются вопросом, что сейчас происходит, полномасштабная война или специальная операция. Я считаю, что происходит, конечно, специальная операция, потому что во время войны вводится всеобщее военное положение, и все находятся в боевой готовности граждан страны. Такого решения не было принято. Было решение о наведении порядка на территории, которое мешает нам, создает угрозу. Создает угрозу режим, который 8 лет назад незаконно, собственно, появился ввиду государственного переворота и ведет свою политику, нацеленную на обеспечение своих интересов и создание угрозы для нашего государства. И мы должны, конечно, с этим бороться. Мы должны, собственно, не допустить того, чтобы ядерное оружие находилось на границах с нашей страной. Мы должны прекратить действия нацистского режима и обеспечить, конечно, безопасность для себя и своего населения. Что мы сейчас можем делать? Это только оказывать друг другу поддержку, оказывать помощь тем людям, которые приехали из Донбасса, которые сейчас размещаются, оказывать, помогать им всем, чем можем. 8 лет назад, когда происходили действия на Донбассе, мы, наш клуб спортивный «Россия», оказывал помощь, которую мы могли что-то сделать. Мы привозили вещи, привозили продукты питания, мы занимались обучением детей, мы их тренировали. У нас есть секция, куда приходили дети из Донбасса. Например, Леша Рыбченко, который приехал в 2014 году. Мы его взяли под крыло и помогаем до сих пор. Помогали людям с работой, находили им рабочие места. В общем, всю обычную поддержку, которую можно сделать. Это что мы должны делать и сейчас. Как же живут освободители? Те, кто обещает восстановить наши захопленные регионы. Те, кто так боится, что их захоплять и будут расчленовывать. Что же там такого цинного, дорогого, цинного в цей Російськой Федерации? Зазвичай, друзья, мы шукаем нецікавіші кадры. Как живет проста, звичайно, російська глибинка. Та самая глибинка, которая поддерживает СВО, военнослужащего злочинца Путіна, ну и в целом армія. Можливо, они купаются в золоте, в диамантах. А, возможно, в них в принципе немае ані газа, ані води. Одним словом, чим живет сьогодні той, хто підтримує абсолютно все, что происходит в Російськой Федерации, той, хто никогда не подороживав, не має закордонного паспорта и, в принципе, никогда не бывал за межами своєї глибинки. Музика 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 Кто сейчас напрягается? Путин. Где у нас там землетрясение произошло в этом? Кто? Помогли. Нам кто помогает? Никто не помогает. Путину все кидают, а Путин всем помогает. А вам как-то Путин помогает? Конечно помогает. И пенсию прибавляет брату. И матери прибавляет. Ну копейки, но все равно. Миллиарды людей. К новому году по пять тысяч прям дал нам всем пенсионерам. Вот. Я говорю, он Путин. Я за него прям... Это человек. Нормальный человек. А так вот сейчас хотя бы понемножку. Вот в феврале, да, тоже немножко он прибавил. И нам, и инвалидам. Ну мы же не одни тут. По всей России это посчитает. Сколько людей прибавили. Ну по 200 рублей. Ну так нормально. Сколько ты? Миллиард считай. Если поменять президента, то все можно решить? Эй, президента вообще нет. Я даже не думаю поменять его. Против Путина? Нет. Вы что? Не-не-не-не-не. Насчет Путина? Я лучше на шалаше буду жить, но лучше с Путиным. Почему? Потому что Путин. Он Путин. Да. А отчего тогда у нас в Секраблете? А из-за чего? Из-за чего? Из-за чего? А вот подумайте вы сами. Путин страну с колен поднял. Да. Вот. Вы сами, сами, сами знаете. А почему так плохо живем? Потому что, знаете чего? Конечно, что-то большие. Как говорится, депутаты себе, ну все, сами хотят урвать. Да. Может, и денежки не доходят сюда. Понимаете? Он все выделяет, может быть. Сколько процентов голосов получит Путин на следующих выборах? Не менее 70, я думаю. То есть кандидатов лучше его вообще не находится. Хорошо. А ты к доктору какому пойдешь? Зубы лечить? Который только что отучился или которого опыт уже есть? Ваше поколение просто худшего не видели еще. А есть и намного хуже. Вы просто этого не осознаете. И вам хочется этот перемен. Но с ним перемены только к лучшему идут. А без него... Навигатор куда-то завел прям. Федеральная трасса на Иркутск вот так за ними. Шок-контент. Шок-контент Оказывается, навигатор умный Не, ну хорошо, что там Выглядит страшно Конечно Сейчас посмотрим, какая там пробочка Я в шоке Что творится? Мужчина И это на детской площадке все Ужас Посмотрите Защитники наши Нет Нет Скоро придут солдаты НАТО По мнению телевизора И будут захватывать наше жилье комфортное Нас выгонят отсюда Сволочь Защищать надо до последнего До последнего патрона отстреливаться от немецких, бельгийских, итальянских солдат Потому что, ну, живут в Марселе, например, или в Кёльне И вот мечтают сюда переехать захватить Жилье, блин, комфортное наше Великолепные подъезды Великолепные подъезды Ну и для нас, друзья Спокийнейше и теплише на дуще У меня в данном месте дали вот такую вот азбуку Донбасс 17 тысяч экземпляров И тут все просто Донбассский абрикос Борщ донбассский Донецк Донбасс, русская земля Лежики на Донбассе Заводы Донбасские швеи Пекакальниус Любовь к родине Мама и звездолет Народ донбасский Родина Саур-могила Шахта Юз А это правда, что тебе азовца в 15-му году зубы отстрелили? Если да, то считай, что кидаю на лечение зубов Алиса, включи гимн Украины Алиса, стоп! Алиса, стоп! Неужели до сих пор вы не поняли, кто вами руководит? И кого вы так любите? Вы знаете, в КГБ у него была твичка «моль» Это такое насекомое, которое уничтожает И он сейчас просто уничтожает вас Уничтожает государство И вы до сих пор ему верите Вы живете в таком дерьме И до сих пор вы подчиняетесь И вы восхищаетесь похитившими вашими сыновьями Что они защищали Родину От кого они защищали Родину? Кто на них нападал? Ну, ответьте на этот вопрос Кто на них напал? Если бы до КГБ Как могла Украина на вас напасть? Мы могли с вами тягаться? Ну, вы заставили своей наглостью Мобилизовать весь свет, чтобы помогали Украине И украинцы никогда не сдадутся Мобилизуйтесь Не на Украину идите, а на Кремль идите Всем привет! В общем, люди Я за то, чтобы ажар-гениат убрали с поста Вот просто взяли и убрали Потому что более некорректных ответов Я еще не слышала Спрашивают русским языком Куда делся один триллион тенге? Вы скажите конкретно в какую дату Или там что-то в этом роде Женщина Вы занимаете пост Это ваша ответственность Вы должны знать досконально Что и куда у вас уходит Далее второй пункт Это тупорылый ОСМС Я не знаю, нафиг он вообще сдался Оказывается Теперь же его надо поднять Денег не хватает, понимаете Там же копейки крутятся Вот совсем мало Слушайте, вы, по-моему, обнаглели уже в своем ОСМС Расформируйте вообще этот ФОМС Нафиг он нужен? Вы посмотрите Премии себе по 19 миллионов Вам хватает выписывать? А людям не хватает То есть теперь они хотят у работодателей поднять Значит, исчисление А то, как сказала наша Ажар-гинья У нас столько, значит, обеспеченных лиц Которые имеют машину Зарплату хорошую И все остальное Но при этом не оплачивают ОСМС А с чего вы взяли, что он обязан это делать? Если ему выгоднее, он пошел в частную клинику И день в день все сделал А не так, что оплачиваешь ОСМС И дай шахер паски ждешь, пока там очередь твоя подойдет Если ты доживешь, конечно Но в любом случае Мы выбираем лучше пойти в платную клинику Потому что там конкретно нас примут И никто нам не будет мозги полоскать А вы не оплатили прошлый месяц Мы вас не примем Понимаете? Вот и все Я за то, чтобы уже убрали Ажар-гинья Вы задолбали со здравоохранением Сделайте нормальную систему Раньше, когда не было этой страховки Мы все бесплатно лечились И все было нормально Мы живые были Раньше медицина бесплатная была И была конкретно помощь А сейчас вы сделали медицинские услуги А услуги это бизнес, товарищи Вот и все Я за то, чтобы ее убрали с поста Противно смотреть, как она попадает в видео с ней У меня столько эмоций Понимаете? Человек на каждом посту должен быть компетентный в своей области Это же барышня Я какой раз уже смотрю Она двух слов связать не может То есть во всем виноваты мы Понимаете? Обычные люди Мы виноваты, что денег не хватает в этом страховом фонде В том, что качество услуг Опять же мы виноваты Понимаете? Вот мы, блин Звездец какой-то Я за то, чтобы ее убрали с поста Кстати, новости от 9 октября этого года Посмотрите Охрану вызову Вызри охрану Всем привет! Ребят, смотрите Приехал в гараж Думал убраться Автобусы И что я обнаружил? Смотрите Такие вот листовочки Да? Русская, видно, да? А это еще не все Тут еще написано Россия в наших сердцах Ребята, вы сделали мой день Еще заморочились Видишь, на фуджи фильм Кто-то это все распечатал Но это еще даже не все Здесь еще одна лежит Сейчас покажу Тут вот еще одна лежит Листовочка Тоже такая же На первый взгляд Здесь сзади Путин в наших сердцах Ребята, вы сделали мой день Даже убираться не буду сегодня Ну, листовочки я возьму себе На память, наверное А тем, кто их раскидывает Ребят, вы пишите Может быть, еще и на немецком Ладно, хохлы-то поймут Вы, похоже, хохлов троллите А вы еще и немцев потроллите Пишите еще по-немецки Ну, вообще, красавцы Красавцы, что сказать Все нормально Наши в городе Ну что, можем поздравить Рашистов Латвии У них первый, как говорится, пошел Те анонсированные 3600 человек Которые были на старте Для выселения за поребрик Которые не то, чтобы не сдали экзамен По латышскому языку А которые даже не попытались Даже не подали заявку Вот, в общем Имеющие российский паспорт Их теперь ждут веселые времена Их долгожданная мечта Присоединиться к России Как нельзя близка Я вам сейчас покажу видео Где первая клава Уже пошла, так скажем На вылет К ней пришли полицейские Для того, чтобы оформить депортацию Естественно Визги сопли воплиной Мат-перемат Что происходит? С ней говорит Какой-то взрослый латышский полицейский На латышском, естественно Та смотрит на него Я не понимаю Я не понимаю Ничего не понимаю Ну, то есть человек Который так гордится тем Что он всю жизнь прожил в Латвии И платил налоги Не удосужился выучить язык На А2 А2 Это просто вот Самый д**й может выучить Извините Я ничего против Не имею ввиду Привет, здрасте Будьте добры До свидания Я пошла д**й домой Это выучить можно было Нет Они же гордые Обвешиваются триколорами Колорадками И сидят важные и довольные Плюют на свою родину Так скажем Там, где они проживают Естественно Но Когда появилась реальная перспектива Поехать к березкам А че случилось? А откуда понос? А че так обосрались? Советую Якутию Вот Якутия, Бурятия Вообще Вы муа Просто Вот сейчас вот можете насладиться Этим процессом Давайте за них порадуемся Порадуемся в комментариях Почему не пускают? Сказал не пускают Почему? Мама здесь Как не пускают? Ну-ка запустили Маму выселяют ее вещи здесь Ну как быстро запустили? Это что за беспредел такой вообще? Я таю Я таю Ты что за беспредел такой? Я не понял Я лажаю Я лажаю Что за прикол вообще? Вы что вообще болезли? Молосить не лажаю Это женщина здесь живет Молосит не левит caps Вам dilemma Они живут здесь живет Я лектиured twentёж think Продолжение следует... Рашисты идут домой! Ну, давайте немного по поводу визита Путина в Китай. Кардогану испугался, а в Китай не испугался. Видимо, Си Цзиньпин очень хорошо Путина подмаслил. Почему это Си Цзиньпин сделал? Потому что ему важно, необходимо, я бы даже сказал, показать себя как великого миротворца. Си Цзиньпин изображает то, что он может контролировать, каким-то образом регулировать, управлять Путиным. Но при этом Си Цзиньпин знает, что Путин ненадежен и не партнер. Поэтому никакого реального сотрудничества дополнительного у Китая с Россией не будет. Что-то продать за копейки Россия Китаю всегда сможет. Это понятно. Потому что европейский рынок западный для России закрыт. Си Цзиньпин это прекрасно осознает, знает, что Россия вынуждена ему продавать за бесценок, поэтому относится к России и к Путину как к необходимости просто, ну вот, побыть с ними рядом. Что Путину нужно? Показать, что он ходит по каким-то важным деловым встречам, подписывает документики. Суть от этих документиков нулевает, понятно. Реальных поставок оружия не будет. Дроны эти мощные не поставляются. Это еще в преддверии визита Путина. И, само собой, когда собирает под сенью у себя в Китае, в Пекине, Си Цзиньпин друзей, он видит разные страны. И Казахстан, и Туркменистан, и остальные. Ему важно просто сказать, что он хозяин в регионе. Хозяин, который скоро получит и территории России. Очевидно, это тоже уже обговорено с американцами. Ведь в МИДе, Захарова я напомню, особо не возмущалась этим китайским картам, где территории России уже территории Китая. Так что, еще раз, различайте дипломатические кривляния Путина и выступления Си Цзиньпина с тем, что на самом деле Россия может дать Китаю. Уже все, что могла, дала. Вот смотри, россиянин, как тебя... Вот посмотри сюда. Вот видишь эти дома, да? А ты знаешь, что это вообще жопа Англии? Что вот здесь от Лондона 250 миль от Лондона. Это жопа, можно сказать, по российским меркам. Смотри, как живут обычные люди, не миллионеры, не дружки ху... И его жопа Лизы. Вот посмотри. Обычные дома. И подумай. Где тебя и в каком месте? И чем ты хуже от них? И почему ты не можешь вот так жить? Я знаю, знаю, что вы хотите сказать. Так, мы с вами абсолютные магистры сталевых нервов. Мы можем с вами послушать, поделиться, проанализовать, даже поиронизовать, что до их заяв, фейдов и российской пропаганды в целом. Мы все это делаем, друзья, потому что война в найгарячей фазе продолжается. Информаційный простор не є винятком, тож для нас украй важливо тут відстрілюватись, тут їх бити і тут нищити нашого ворога. Не забывайте лишати нам вподобайку для поддержки и для поширения всієї зібраної информации. Ну и памятайте, что для нас будет великою честью, если вы подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф и оставитеся с нами. Я дякую, что вы были с нами. Я дякую за то, что вы были активны. Бережите себя, бережите Украину. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!